Новости продолжают эфир. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Меры господдержки перспективных производств, ориентированных на экспорт, обсудили сегодня в правительстве в холдинге Бытирек, предложили новые подходы к финансированию проектов. Их суть в упрощении и унификации требований при рассмотрении инвестпроектов, их сопровождении от подачи заявки до выхода на проектную мощность. В первую очередь поддержку получат производство продуктов питания и металлургической продукции высокого передела. Кроме того, необходимо сокращать административные издержки для эффективности оказываемой бизнес-сумпомощи, подчеркнул глава Кабмина. Крупные предприятия должны тесно работать с малым и средним бизнесом, заключать офтек-контракты на покупку товаров, работы, услуг, таким образом оказывать положительное влияние не только на конкретных предпринимателей, но и в целом на казахстанское производство. Министерство нацэкономики и совместно с заинтересованными госорганами, акиматами регионов, холдингом Бытирек и нацпалатой Атамикен поручено обеспечить переход на новый проактивный формат работы. Пересмотреть механизмы финансирования медучреждений предложили в Сенате. Существующая модель не в полной мере решает проблемы отрасли, считает сенатор Галиаскар Сарыбаев. Несмотря на двукратный рост бюджета здравоохранения, средства используются неэффективно. В пример депутат привел ситуацию в Талдыкурганской городской многопрофильной больнице, кредиторская задолженность которой превысила миллиард тенге, а недофинансирование привело к сокращению койко-мест с 370 до 280. Это ограничивает плановые госпитализации пациентов и увеличивает долю экстренных случаев почти до 90 процентов. Необходимо разработать предложение по трансформации системы обязательного социального медицинского страхования с целью повышения ее эффективности. Кроме того, нужно решить вопросы финансовой устойчивости медицинских учреждений, включая пересмотр тарифов системы ОСМС и оплаты труда работников здравоохранения. Призывников предложили включить в льготную категорию и оплачивать медстраховку за счет государства, правда только на время прохождения медкомиссии. Такую инициативу озвучил сенатор Амангель де Нугманов. По его словам, многие из молодых людей не застрахованы в системе и в случае жалоб не могут пройти полноценные обследования. Кроме того, на формирование команд по закону отводится всего три дня, а этого недостаточно, чтобы пройти все необходимые медицинские процедуры. Считаем, необходимо создание областной единой призывной медицинской комиссии, что позволит значительно сократить затраты на многократные обследования и снизить нагрузку на местный бюджет. Также предлагаем в будущем прохождение призывниками медицинского осмотра в участковых поликлиниках по прописке с передачей итогового заключения в военкомат порядке, установленном уполномоченным органом. Надбавки казахстанским учителям за классное руководство могут повысить на 30 процентов. Об этом сообщил премьер-министр Лжас Бегтенов в ответ на депутатский запрос. Вопрос увеличения доплат сейчас обсуждают. Эльвира Ликерова знает подробности. Больше 30 лет работает в школе учитель русского языка и литературы Роза Обильдина и почти столько же параллельно ведет классное руководство. В этом году у педагога выпускной класс. Под свое учительское крыло она взяла учеников 6 лет назад. Как классный руководитель приходится следить буквально за всем, признается Роза Обильдина. Это каждому ребенку нужно найти подход, работа с родителями, вне классные мероприятия, контроль, чтобы учащиеся не сбегали с уроков, а сидели и так далее. То есть обязательно вдруг кто-то из учеников заболеет и так далее, в медпункт свести и так далее. Связь с родителями это вот такая работа. То есть мы как родители вторые, классные руководители. Казахстанским учителям за классное руководство оплачивают 60% от базового должностного оклада. Это чуть больше 10 тысяч тенге. С учетом всех налоговых вычетов на руки педагоги получают около 7 тысяч. Вопросы о повышении статуса классных руководителей затронули можелесмены. В ответ на депутатский запрос в правительстве сообщили о возможном повышении надбавки. В целях систематизации деятельности 220 тысяч классных руководителей, непосредственно взаимодействующих с обучающимися и их родителями, по предупреждению деструктивного поведения детей, пересматриваются положения об их деятельности и квалификационные характеристики. Для повышения их статуса с учетом возможностей бюджета обсуждается вопрос поэтапного увеличения доплаты за классное руководство на 30%. Финансовая поддержка учителей необходима, считает директор одной из столичных школ. Именно классные руководители играют ключевую роль в профилактике буллинга и правонарушений среди детей. Классный руководитель – это очень ответственное звено в школе, которое не только преподает свой предмет, но и также связывает родителей с предметниками, с учениками, это ежедневные беседы и так далее, которые отнимают очень много силы и время. Поэтому правильно, что поднимают такой вопрос, что повышение заработной плате. Если вопрос решится, то повышать надбавку будут поэтапно, потому на общей зарплате она отразится не так заметно, считают педагоги. Эльбира Ликирова, Мурат Арибханов, 24КИЗ. Советник премьер-министра Еролы Тухжанов посетил Павлодарскую область рабочим визитом, где ознакомился с реализацией программы Аула Манате. Товарный кредит направлен на улучшение благосостояния сельчан. Эффективность инструмента состоит в том, что у местных фермеров можно взять живой товар, а рассчитаться приплодом. Результатом работы программы в регионе стало сокращение числа получателей и специальной социальной помощи. Сейчас у меня была встреча с представителями крупного христианских хозяйств, крупного бизнеса в Павлодарской области. Они выразили готовность стартануть сегодня в Павлодарском регионе проект товарного кредитования. Мы собрали сегодня всех Акимов районов. Первая задача – это разработка программ социально-экономического развития каждого сельского округа, каждого сельского района. Это важнейший вопрос, на котором будет базироваться весь необходимый объем сельскохозяйственной продукции. Маркетплейсы прекратят продавать холодное оружие в Казахстане. Соответствующий меморандум заключен между профильными ведомствами и представителями отечественных и зарубежных площадок электронной торговли. С начала года за провоз холодного оружия на объектах транспорта к уголовной ответственности привлечено 116 человек. Установлено, что в половине случаев запрещенные предметы приобретали на маркетплейсах. Для эффективной борьбы с нарушителями теперь в выявлении подобных фактов будут активно участвовать официальные представители интернет-площадок. Они согласились, сами принимают меры комитета информации, ведут активную работу. Я говорю, уже есть результаты. Ряд маркетплейсов получили уведомления. И вот сегодня мы непосредственно с самими маркетплейсами хотим заключить меморандум сотрудничества, чтобы они своими собственными силами как-то блокировали, чтобы не позволяли размещать такие товары на продажу. И, соответственно, уведомляли своевременный департамент полиции на транспорте. Незаконное ношение провоза холодного оружия предусмотрено на уголовную ответственность по части 1 статьи 287 Уголовного кодекса. Казахстан закупит пожарные самолеты. Первая партия ожидается до конца текущего года. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Киген Турсунбаев во время пресс-тура в Истане. Авиатехника позволит значительно ускорить время прибытия спасателей к месту возгорания, особенно в отдаленных регионах страны, куда на наземном транспорте добраться сложно. МЧС активно использует современные технологии для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Сегодня созданный командный центр позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию по всей стране. До конца этого года должны прибыть два самолета. В следующем году закупим еще два. Кроме того, по поручению министра мы собираемся приобрести семь вертолетов. В целом, каждая область будет оснащена двумя вертолетами и одним самолетом, потому что между каждым районом и селами большое расстояние. Добираться на машине долго. За 11-летний трудовой стаж пожарный из Актау Женебек Бегжанов участвовал в спасении сотен жизней. Он выносил из огня взрослых детей, домашних животных. В Актау работает сегодня 13 пожарных частей. Ежедневно на дежурство заступают 110 человек личного состава. Тамара Степанова расскажет. Практически все кадры с рабочей камеры майора Женебека Бегжанова, которая установлена на его каске, схожи. Везде огонь, дым и испуганные люди, которых нужно срочно эвакуировать. К примеру, это ЧП произошло на седьмом этаже высотки. Сложность заключалась в том, что в пылающей квартире находились дети, а лестничный проход был полностью задымлен. По словам Женебека Бегжанова, начальника пожарной части номер 13 города Актау, для спасателей всегда в приоритете человеческие жизни. Тогда мы эвакуировали больше 20 людей. В такие моменты не думаешь о себе. Важно успеть и с огнем справиться, и вывести жителей из опасной зоны. Действуем слаженно. У каждого в команде своя задача. Я стал пожарным не из-за медали и грамот, а по велению сердца. Помогать другим – мой девиз. 33-летний Женебек Бегжанов руководит коллективом из 45 человек. Работают в четыре смены. Тушат пожары на жилых и промышленных объектах в нижней части города. При этом в учебном классе практически ежедневно отрабатывают оперативные действия каждого члена пожарного расчета в чрезвычайной ситуации. В день выезжают примерно на 2-3 вызова, говорит начальник караула пожарной части Жанайдар Бактибаев. Поскольку я молодой сотрудник, то мне важно перенимать опыт старших коллег. Женебек Бегжанов для меня – пример мужества. Не все знают, что прошлой зимой он спас тонущего в Каспийском море малыша. Ребенок гулял вместе с мамой по льду и провалился. А наш начальник вытащил его из ледяной воды. Он строгий в работе и справедливый в жизни. Настоящий мужчина. Женебек Бегжанов принял решение стать пожарным еще школьником. Поступил в Кокшетауский технический институт и после его окончания вот уже 11 лет трудится огнеборцем. Надеется, что сын и дочь пойдут по его стопам и будут носить погоны офицеров МЧС Казахстана. Тамара Степанова, Саламат Бегбаев, Октава 24 КИЗ. В Алматы с начала года раскрыли больше 2000 преступлений с помощью камер наблюдений. Их в мегаполисе около 150 тысяч. Об этом рассказали в департаменте полиции. Проект «Безопасное общество» позволил снизить количество преступлений в Алматы на 10%. Сейчас в городе функционируют 23 модульных полицейских пункта. В каждом районе есть сервисные центры. Они оказывают услуги гражданам по принципу одного окна. Консультируют, помогают решать вопросы через портал «Госуслуг». Отметил заместитель начальника местной полицейской службы Айтан Елиусизов. Если в общем брать по преступлениям, с нами проведенный анализ показал, что за последние 5 лет мы идем на спад. То есть у нас уменьшается регистрация преступлений. Также у нас идет снижение преступлений, совершенные и в отношении несовершеннолетних. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. В Брюсселе прошло 41-е заседание Берлинского евразийского клуба. Участники обсудили вопросы устойчивого развития экономического сотрудничества между Казахстаном и ЕС и дальнейшего партнерства. Тему продолжит Жанат Эрнст. Заседание Берлинского евразийского клуба проходит 3 раза в год. В Берлине, Брюсселе и Астане. В этот раз в столице ЕС участники обсудили использование так называемых ИЖДЖИ-стандартов. Это набор экологических, социальных и управленческих принципов работы компаний, на которые в первую очередь обращают внимание инвесторы. Например, экологическая оценка показывает бережное отношение к окружающей среде. Корпоративное управление касается оплаты труда, аудита и внутреннего контроля. Заместитель министра иностранных дел нашей страны Роман Василенко рассказал об успешном опыте внедрения ИЖДЖИ-стандартов в нашей стране. Мы должны соблюдать эти стандарты, если хотим, чтобы наша экономика была экологична, была социально ответственна и соответствовала лучшим стандартам управленческих решений. Есть очень много уже совместных проектов, которые реализуются с европейскими партнерами, и эти проекты будут наращиваться. Если говорить об экологических стандартах ИЖДЖИ, представитель Еврокомиссии Сирил Луазель высоко оценил масштабный проект Казахстана по производству зеленого водорода. Он отметил важность продолжения развития взаимовыгодного сотрудничества Европы, Казахстана и всей Центральной Азии в сфере энергетики. У нас состоялся хороший обмен мнениями, и наши партнеры из Казахстана еще раз подтвердили нам, что ваша страна стремится к достижению углеродной нейтральности к 2060 году, и это прочная основа. На ней мы можем работать сообща, чтобы найти возможности для декарбонизации наших экономик, работая по поставкам энергии, критически важным, полезным и скопаемым для зеленого перехода. У нас также есть много возможностей для расширения нашего двустороннего сотрудничества. В дискуссии также приняли участие представители Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, а также Международного финансового центра Астана. Они отметили, что одним из передовых драйверов ИЖДЖИ-принципов в Казахстане выступает финансовый сектор. В вашей стране широко поддерживают критерии и отчетность стандартов ИЖДЖИ, которые есть в ЕС. Но мы также считаем, что Казахстан находится на передовом месте в Центральной Азии в этих вопросах. Это также поможет увеличить поток инвестиций в вашу страну, расширить торговлю и товарооборот. Участники встречи были едины во мнении, что переход к ответственному бизнесу в соответствии с принципами ИЖДЖИ становится важным фактором для сохранения конкурентоспособности, экономики и развития международных отношений. Жанна Терна, Жумар Тахметов, 24 ГИЗ, Бельгия, Брюссель. В Брюсселе проходит второй день встречи министров обороны стран НАТО. Это первая конференция под руководством нового генерального секретаря Марка Рюттена. Встрече политик обозначил план по наращиванию обороны промышленного потенциала и производства во всех странах Альянса. Также подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества и дальнейшего инвестирования в обеспечение безопасности. Отмечу, Марк Рюттен официально стал 14-м геносекретарем НАТО в начале месяца. На этой должности он сменил норвежца Йенса Солтенберга, который стоял во главе Североатлантического альянса целых 10 лет. На саммите Евросоюза подтвердили остановку процесса вступления Грузии в ЕС. Лидеры Евросоюза в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вхождения страны в союз де-факто остановлен. Власти страны ранее приняли два критикуемых ЕС-закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и о прозрачности иностранного влияния, более известного закона, как закон об инагентах. ЕС раскритиковал новые документы и потребовал от Тбилиси отменить их. Израиль за сутки нанес удары по 150 объектам в Ливане и секторе газа. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазиры со ссылкой на Цахал. В Ливане авиаудары пришлись на южную часть страны, в том числе на города Ансар, Аль-Аддабар, Жаханин, Марун-Эр-Рас. Целями израильских военных стали склады оружия, потемные туннели, снайперские позиции и наблюдательные вышки ливанского движения Хизбалла. В частности, в секторе газа Цахал ударил по лагерю палестинских беженцев Джабалия, также по городам Бейт-Лахия и Бейт-Ханун. Там разрушены десятки жилых домов. По данным израильской армии, в этих населенных пунктах находится военная инфраструктура, откуда ранее обстреливали территорию Израиля. В Японии проснулся вулкан Сакурадзима. Извержение было настолько мощным, что столбы пепла поднялись на высоту до 5 километров. Несколько дней назад об этом предупреждали сейсмологи. Эксперты обнаружили в кратере значительное увеличение запасов магмы. Сакурадзима – один из самых активных вулканов Японии. Он расположен на острове Кюсю. С начала года вулкан извергался больше 30 раз. Куба снова переживает блэкаут из-за нехватки топлива без света. Осталась половина страны, в том числе столица Гавана, передает рейтер. Жители сообщают, что свет отключают на 6 часов каждой сутки. По данной местной энергетической компании National Electric Union, мощность генерации электроэнергии в стране сейчас составляет 1700 мегаватт при потребности в 3300. Президент Кубы назвал ситуацию чрезвычайной и поручил стимулировать развитие альтернативных источников энергии. Добавлю, с 2021 года по всей Кубе происходит плановое отключение электроэнергии из-за изношенности сетей, технических неполадок на ГЭС и дефицита топлива. Половина из 300 населенных пунктов Алматинской области газифицирована. Разработано еще 28 проектов, которые обеспечат голубым топливом отдаленные села региона. Подробности у наших корреспондентов. К магистральному газопроводу уже подключены 6 населенных пунктов Балхашского района. Сейчас в селах Баканас, Бахбахтэм, Ялы, Брлек, Ахжар и Бояула проводятся газопроводные сети и абоненты подключаются к линии газоснабжения. Печь топить не надо, залу выносить тоже. Нам, пожилым людям, очень комфортно газом печь отапливать. Хорошо, что провели газ. Сейчас очень удобно, чисто и тепло. Климат при Балхашья суровый. В зимние холода приходилось заготавливать по 5-6 тонн угля, говорят сельчане. С учетом того, что тонна стоит 27 тысяч тенге, а дрова привозили из других регионов, затраты были серьезные. Сейчас, благодаря газификации, эти заботы ушли в прошлое. О заявке на подключение подали еще 300 абонентов, утверждает представитель подрядной организации Иернар Кенжибек. По Баканасу уже приняли 370 домов, в Миялы 22 дома, в Бакбакты 37 домов. Цена на подключение разная. В Баканасе сети газопровода до счетчика не доведены, поэтому за подключение 180 тысяч оплачивают. А в других селах все работы сделаны в полную меру, поэтому 140 тысяч. Для газификации оставшихся 14 населенных пунктов Балхашского района уже готовится проектно-сметная документация. В скором времени начнется строительство еще одного магистрального газопровода «Щелек-Кеген-Нарнкол». В Актюбинской области завершается ремонт дороги Актюбек-Адагаш. Этот участок – часть масштабного проекта по реконструкции транспортного коридора Актюбе-Атарау, граница Российской Федерации. До конца года работы планируют завершить и открыть трассу. Наталья Салькова расскажет. Еще несколько лет назад дорога по направлению из Актюбе в Актюбек-Адагаш была вся в ямах и ухабах. Ездить по ней было опасно, говорят жители близлежащих населенных пунктов. Поэтому ремонта трассы ждали давно. К ее реконструкции приступили в 2021 году. Я сама работала в Алге, в центральной районной больнице в отделении хирургии. На этом участке между Алгой и Канды-Агашем часто аварии случались. Всех пострадавших к нам привозили. Все из-за проблемной дороги. Я живу в селе Тамда, часто езжу в город по делам, работаю в Актюбе. Сейчас дорога хорошая, за полчаса доезжаем. А раньше бездорожье, разбитая трасса была. Больше часа тряслись в пути. Машины ломались из-за этого. Долго ждали мы эту дорогу. Общая протяженность дороги 96 километров. Из них 75 с половиной соответствует первой технической категории с четырехполосным движением. На всем остальном протяжении две полосы. За качеством применяемых материалов и строительных работ вели строгий контроль, говорит генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Болотбек Айтбаев. Отобрано 2700 проб различных материалов. Из них около 3,7% было выявлено несоответствий. На сегодняшний день все выявленные несоответствия подрядчикам полностью устранены. Данная дорога на сегодняшний день соответствует требованиям технических нормативных документов. Ежедневно по этой дороге проезжает порядка 7 тысяч автомобилей. Сейчас движение открыто по двум полосам. Через месяц планируют полностью ввести трассу в эксплуатацию. Укладка асфальтового покрытия на всем протяжении практически завершена. Сейчас идет обустройство дороги, комментирует ход работ представитель подрядной организации СИИД Ахмет Кушабаев. Ход Кандарача сейчас полностью эксплуатируется. На первой категории сейчас обустроятся дороги, знаки, освещения, барьерные ограждения. Такие работы ведутся. По первой категории где-то 14-15 лет срок службы. Гарантин по контракту два года у нас. Дорога Ахтубе-Кандагаш – часть большого проекта по реконструкции трассы Ахтубе-Атырау границы Российской Федерации. Его реализация имеет большое значение для регионов, говорит глава управления комитета автодорог Нуртелек Хасенов. Общая протяженность коридора – 884 километра. Из них отремонтировали 732 километра. В целом проект разделен на три участка. Это первый участок Ахтубе-Кандагаш. Второй участок этого коридора – Кандагаш-Махат протяженностью 359 километров. Работы по реконструкции завершены в прошлом году. И третий участок – это у нас Ахтубе-Атырау-Астрахан протяженностью 270 километров, где мы тоже до конца этого года планируем завершить основные дорожно-строительные работы. Тем временем в Актюбинской области приступает к реализации еще одного крупного дорожного проекта. Речь идет о трассе Ахтубе-Храмтау-Карабутакул-Гайсын, которая давно требует реконструкции. На первом этапе отремонтируют 28 километров дороги. Наталья Салькова, Анедин Молдобеков, Ахтубе, 24КИЗ. В Уральске рекультивируют полигон твердых бытовых отходов. Проект стоимостью 12 миллиардов тенге уже прошел госэкспертизу. Работы рассчитаны на три года. В первую очередь специалисты должны сделать отвод опасного газа, накопившегося там за десятки лет. Кроме того, планируют построить новый полигон. Действующая свалка свой ресурс исчерпала. За 50 лет на 35 гектарах скопилось почти 2 миллиона кубометров отходов, рассказал заместитель Акима города Жандус Юсингалиев. Мы должны построить новый полигон, который будет находиться в 7-8 километрах отсюда, в сторону поселка Белес. Это уже находится на приграничной территории с Батерийским районом. Там уже тоже мы разрабатываем ПСД на строительство нового полигона. Скорее всего, мы зайдем на экспертизу на следующий год. Потому что тоже сумма проекта будет очень большой. Ожидается около 20 миллиардов тенге. Но пока первая очередная наша задача сделать рекультивацию существующего полигона. Казахстанские студенты будут получать зарубежное образование, не выезжая из страны. В столице открылся кампус одного из ведущих вузов Великобритании. Обучение в нем соответствует международным стандартам. Благодаря партнерским отношениям вуза и ведущих компаний мира, студенты получат доступ к уникальным проектам и стажировкам. Отмечу, в стране работают уже 24 филиала зарубежных университетов, еще 10 откроются в следующем году. Большие задачи, которые мы ставим перед собой, первое, это академический хаб. Это трансформировать сферу высшего образования Казахстана из дотационной, социальной, все время зависящей от государственного заказа и бюджета в отдельную отрасль экономики, которая создает рабочие места, платит налоги. Уже порядка 30 тысяч зарубежных студентов в этом году приехало. 1414 человек у нас в России коммерческих студентов в этом году. К 28-29 году мы планируем обслуживать порядка 100 тысяч студентов в год. Вторая большая задача, это трансформировать наши региональные государственные университеты в международные исследовательские университеты. Население Северо-Казахстанской области может сократиться на 30% к 2050 году. Такой прогноз озвучил профессор Казахского агротехнического исследовательского университета Кайрат Абадоухан. В столице прошла научно-практическая конференция в демографические тренды в Казахстане и в северных регионах страны. Участники обсудили миграционную ситуацию, обменялись мнениями по решению ключевых проблем. Депутат Сената Бигбул Урунбасаров считает, что для повышения рождаемости в регионах нужно развивать инфраструктуру. Инфраструктурный проект нужно. Любого инвестора приглашаю, они что будут просить? Первое – это электричество. Второе – это вода, газ, свет или, скажем, уголь. Просто так любой инвестор не будет приходить. Поэтому мы должны создать условия. Это переференции, скажем, может быть, налоговые какие-то, да, переференции, да, вот трудодефицитный регион же. Человек хочет создать, скажем, какое-то производство, но мы ему должны дать какие-то определенные льготы. Мы изучили демографический, репродуктивный настрой населения. Например, в южных областях, несмотря на помощь государства, там рождаемость высокая. Я думаю, совсем менталитет исторический. А в северных областях, даже сколько дашь пособий, все равно там рождаемость невысокая. Поэтому эти параметры надо было изучить. Мы этот вопрос обсуждали с сенаторами два дня назад и пришли к выводу, что надо разработать программу с учетом всех параметров. Социальные меры поддержки участников боевых действий в Афганистане обсудили в столице. В их числе увеличение пособий, доступ к санаторно-курортному лечению, предоставление жилья. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова отметила, что все озвученные предложения будут рассмотрены. По официальным данным, в Казахстане живут почти 16 тысяч воинов афганцев. В этом году участникам боевых действий в Афганистане государство выплатило единовременную материальную помощь в размере 50 МРП. Это 186 700 тенге. Теперь мы поднимаем вопрос, чтобы увеличили размер государственного пособия с 6 до 20 МРП. Крупнейший в мире мультилокационный хакатон открылся в Казахстане. Его призовой фонд 50 тысяч долларов. Мероприятие организовали IT-компании при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В течение двух дней больше тысяч участников из 17 регионов страны представят свои инновационные разработки, в том числе в таких направлениях, как искусственный интеллект, блокчейн и видеоигры. По словам директора исследовательского центра Айдана Каскарбек, главная цель подобных хакатонов – это поиск свежих идей и вывод на рынок оригинальных технологий. Компании по всему миру постоянно проводят хакатоны, где создают задачи для инженеров из общего рынка, и потом смотрят на решения этих инженеров и выбирают инженеров себе в команду, допустим. Либо смотрят на какие-то решения продуктовые, которые свежие решения, которые могли прийти во время хакатона, а потом берут их в обработку, то есть в своих компаниях. Таким образом происходит вообще на самом деле прогресс, и вот инновационные идеи появляются на рынке через хакатоны. У жителей Восточно-Казахстанской области появилась необычная возможность проявить себя на большой сцене и продемонстрировать свои таланты. Мероприятия организовали в рамках проекта «Родная земля. Золотая колыбель». В этот раз на сцену областной филармонии вышли жители города Ридера. Поддержать самородков земляков приехала рок-группа «Улытау». Гостям праздника представили выставку декоративно-прикладного искусства и экспонатов Ридерского городского музея. Так как я живу в маленьком городе, вы понимаете, у нас численность населения маленькая, поэтому не совсем это развивается очень быстро. Поэтому для меня честь прям большая присутствовать здесь на выставке, чтобы больше людей увидело и заинтересовалось. В этом году тоже мы обновили эту акцию, подготовились к этой акции. Сейчас в город Ридер на сегодняшний день 180 артистов более сюда на акцию пришли, как бы поздравить наших горожан, удивить, показать свое творчество. Мы же только сегодня можем в собственном кругу только вариться же, не смотрим другие концерты, может быть. А опыт принимать тоже надо. Если районы выступают, мы с удовольствием приезжаем. В Центральном государственном музее Вулматы открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Рахимжана Кушкарбаева, героя Великой Отечественной войны. Алия Садыкова с подробностями. Среди представленных экспонатов копия легендарного знамени, который в 80-х годах немецкая киностудия передала музею. К слову, то знамя, которое развивалось в 1945-м на Рейхстаге, бойцы изготовили из случайно найденной красной материи. Они написали на нем химическим карандашом свои фамилии, рассказала старший научный сотрудник музея Гульсара Жапакова. Это немецкая ткань была, которая в форме прямоугольной была выдана им. Это уже по ходу, пока они добирались, идея пришла Рахимжана Кушкарбаева написать там название 674СП, это означало 674-й стрелковый полк. И фамилия лейтенант Рахимжан Кушкарбаев, просто Кушкарбаев, и красноармеец Булатов. Алия Кушкарбаева, дочь национального героя, тоже была на открытии выставки. Вспоминая отца, рассказывала, что дома он никогда не говорил о войне. Для всей страны он был героем, а для детей оставался чутким любящим отцом. Отец меня воспитывал таким образом, что о войне он мало что рассказывал. Я думаю, это скромность и это воспитание того времени, когда они не считали это подвигом. Если нет, то кто? Вот такой был девиз. После военные годы Рахимжан Кушкарбаев был директором гостиницы Алматы, а в 99-м году ему посмертно присвоили звание Халка Хармана. Скромности и достоинства, с которым он прожил жизнь, стали примером для многих дельца доктора военных наук Досаи Абраимов. Это тот как раз случай, когда сын репрессированного человека, историка, учителя, молодой мальчик из детдома добился поистине мировой славы. В военном отношении это наш Гагарин, который впервые поднял знамя победы над Рейхстагом. Первыми посетителями выставки стали курсанты военно-технических училищ и представители молодежных военных организаций. Все желающие могут посетить выставку в течение месяца. Алия Садыкова, Султан Бисикенов, 24КЗ, Алматы. В центре Нью-Йорка на пешеходном мосту установили пятиметровую скульптуру голубя. Чтобы увидеть необычную инсталляцию, в парк Хайлайн приходят жители и гости мегаполиса. Скульптура называется «Динозавр». Ее автор – колумбийский художник Иван Арготем. Своей работой он отдал дань уважения птице, которую считают символом мира. Гагантская скульптура будет украшать парк еще на протяжении 18 месяцев. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok